качественный контент подъехал видите у меня такое веселое настроение вы себе просто не представляете в прошлом году я снимал такое же видео под названием лохи и дитина это ролик один из самых популярных на моем канале ну что ж кай понем немножечко второй раз называется практика показывает что чем меньше я запариваюсь насчет съемок тем больше это востребовано среди а в моей аудитории ну ладно собственно говоря буду снимать надо признаться что этот ролик я снимаю уже третий раз на эту тему поскольку до этого до эти два раза этот ролик получался из области я дартаньян все пидорасы меня гложила зависть в отношении этого лоха а точнее лоха а этого лоховода и злоба в отношении лохов в общем получалось коренного я дартаньян все пидорасы поэтому приходится переснимать надеюсь сейчас такого не будет но если вы смотрите этот ролик знаете что такого не будет сегодня вам расскажу про рому рому про трейдера который торгует против толпы я не буду давать не ссылок не вставлять видео вообще не буду говорить кто это пусть это будет просто рома который торгует против толпы вот и если кто-то из вас думает да что youtube это такая площадка в которой знаете можно кого-то там разоблачать поливать дерьмом глубоко ошибаетесь именно по этой причине я это одна из причин почему я не делаю каких-то разоблачающих роликов перестал франца с кем-то и так далее просто у меня перебучить потому что я не для того почти три с половиной четыре года снимаю видео чтобы какой-то хуй сос заблокировал мой канал я не для этого его делал поэтому я же вам не гусев вп понимаете который старался с одним блогером в итоге они друг другу страйки понасылали их двоих забанили так что я такую хуйню не страдаю но тем не менее про этого человека ответить нужно нужно потому что он обманывает людей я укажу теги специальные секретные люди когда будут просматривать его видео они будут попадать на этот ролик я мастер оптимизации в этом плане гуру оптимизации не только около рынка как меня читать но еще и оптимизации так что я все это сделал но я прошу вас одно понимаете я не могу назвать кто это я прошу прощения за долгое отступление потерпите я не могу назвать кто это в силу того что youtube это забанит но вы можете это сделать я же не могу повлиять на вас а youtube блокирует ссылки на какие бы то ни было каналы а в свою очередь я гарантирую что ссылки на некоторые каналы я не буду блокировать в этом ролике и я их вытащу из спама поэтому если вы поняли о ком ли идет речь вы можете публиковать ссылки да я не могу быть отца это ответственным что-то что-то вот мне подписчики написали поэтому помогаете вы мне помогая вам все очень просто нас с вами такие вот товарные деловые этого типа трейдера я знаю уже года два с половиной он а не дает никакого обучающего контента он на не делает ничего для развития нашей профессионального сообщества нашего ну что еще и я не знаю то есть но он не вкладывать ничего не как трейдер не как блогер это абсолютный полный ноль и все его просмотры обусловлены тем что он дает рекламу то есть он дает рекламу своих роликов через youtube это набирает какие-то просмотр и все шло потихонечку он очень мало на самом деле публиковал роликов да в общем то и я не особо за этим следил мало кто знает что я не подписан практически ни на кого на youtube и потому что мне не интересно мне интересно смотреть ролики в которых нет творческих сил когда вы смотрите мой канал вы видите что я вкладываю творческие силы у меня есть какие-то шоу у меня есть какие-то загадки у меня есть какие-то роли в которые я играю да это интересно смотреть это шоу это творчество это блогинг собственно говоря youtube он вот так работает А когда человек какой-то, блядь, когда он снимает, собственно говоря, видео с экрана, мне это неинтересно смотреть. А таких, к сожалению, большинство. Но год назад пишет мне человек, типа, меня кинули, помогите, ай-яй-яй, сюда-сюда. Видите мои веселые глаза, да? Я так этому обрадовался, просто пиздец. Понимаете, когда трейдер с инвестором спорят, я никогда не знаю, что там было внутри. Биржа – это такой, блядь, инструмент, где люди теряют деньги. Кто-то много теряет, кто-то мало теряет, кто-то теряет сразу, кто-то потихонечку. Но в целом большинство, к сожалению, теряют деньги. Такова суть рынка, такова суть жизни, блядь. В целом все люди живут и все люди проебывают свою жизнь, направо и налево. 99% теряют свою жизнь, сливают ее в пустую, ничего не делая. И, разумеется, я этому теме говорю. Слушай, если тебя обманул трейдер, ты что мне пишешь? Ты пиздуй в полицию. Придешь, собственно говоря, из полиции, напишешь заявление, тебе дадут квиток, ты пишешь мне, и когда полиция что-то ответит, и мы с тобой разбираемся, мы с тобой ведем какой-то диалог, записываем ролик, что-то, в общем, делаем. Да-да-да, хорошо-хорошо. Якобы сходил в полицию. Месяц не пишет, два-три, четыре не пишет. Потом, правда, через полгода я вру, так мало так пишет. Полиция до сих пор разбирается, собирает материалы. Ну, в общем, до сих пор разбирается, собирает материалы. Отдельный разговор про полицию, что это, блядь, за полиция, в которой... У многих, блядь, даже интернета нет, понимаете? Пункт полиции, в котором нет интернета. Ты приходишь и рассказываешь про деятельность в интернете. Отдельная история, ребят, не буду бомбить по этому поводу. Я не стал делать ни роликов никаких разоблачительных. Ничего подобного. Поскольку роликом деньги не вернешь, и, собственно говоря, ничего не сделаешь. Только говно месить, а для чего? Я понимаю, если бы мне сделали какую-то заказуху, так называемую, если бы мне за это заплатили, хотя бы, я не знаю, там, тысячи, две, три долларов, я бы еще, может быть, подумал, что-нибудь бы сделать. Да. Но, опять-таки, выдумывать что-то не имеет никакого смысла. А так, один потерпевший, хуй его знает, что там было у них, собственно говоря, с этим трейдером. Слил он, не слил, и полиция не отвечает. В общем, совокупность факторов. Я подумал так. Я не стал влиять. Да я и был обижен на этого Артема. Я и до сих пор тоже на него обижаюсь. Ты, если ведешь какой-то диалог, если ты взял на себя какое-то обязательство, ну, ты выйди на связь, ты напиши, что... Вот у меня такая-то ситуация. Вот тем-то, тем-то это кончилось. Хули тебе? Тебе что, блядь? Трудно, что ли? Или что? Ты такой важный, занятой человек. Или что у тебя? Три сайта, три видеоблога, группа ВКонтакте, которую нужно постоянно пополнять контентом? Ну, выйди, напиши. Что тебе сложно, что ли? Ну, не знаю, вот какая-то... Меня всегда это поражало в людях, блядь. Вот это вот... Или пишешь какому-то человеку, он, блядь, тебе не отвечает. Важная такая персона. Ёб твою мать, блядь. Я могу понять, если вы там, допустим, Артем Звездин, у которого... Которому позвоните, извините меня, да, у него сайт просматривают около тысячи человек в день. И многие из них ему пишут. Я банально физически... Вот если я сяду и начну всем отвечать на личные сообщения, в почте, в комментариях... У меня это будет, блядь, как рабочий день, понимаете? Я все равно не буду успевать. Поэтому я стал за ним наблюдать время от времени. Заходил, значит, на его блог и смотрел, что он делает. Что же я там увидел, вы меня спросите. Кстати, смотрите, давайте я выберу другой ракурс, потому что здесь Лиан. И вы-то Лиан не видели у себя в России. И что же я там... На что же я обратил там внимание? Я обратил внимание на то, что у этого Романа у него постоянно новые счета. Причем, понимаете, если трейдер... Это трейдер, у него не может быть много счетов. Ну, максимум два-три. То есть один твой внутридневной, другой такой инвесторский, третий экспериментальный. Но когда у человека в каждом видео новый счет, это что-то подозрительно, блядь. Это очень-очень подозрительно. Даже если предположить, что это инвесторские счета, все равно не выходит, поскольку чаще всего трейдеры, инвесторские деньги кладут, собственно говоря, в одну кучу. И происходит, так сказать, торговлю. Если инвесторы там разные, разношерстная бывает публика, если инвесторы, например, не хотят так, то просто открывается копировальщик сделок. Этот копировальщик сделок, он непосредственно дублирует твою позицию по счетам инвесторов. Ну, когда у тебя каждый счет разный, причем разный на разные суммы, на разные валюты, на разные компании, что-то тут, блядь, не то, согласитесь. И что я понял, как все происходит? Система, она тоже устроена подобным образом. Рынок любой, какой бы вы ни взяли, форекс, биржа, биткоин, хоть овощной базар возьмите, это хаотичная структура. Никто не знает, какая будет цена завтра. Вам могут, вы можете делать анализ, сделать анализ японских свечей, геморроидальных, ароматических, каких угодно. Но никто никогда не скажет, какая цена будет завтра. Этот параметр, это как х в математике, он всегда неизвестный. А вы открыли сделку, например, на покупку любого актива. У вас есть два исхода этой сделки. Это либо вы заработаете, либо вы потеряете. По сути дела, открывая наобум, у вас вероятность 50 на 50. 50% конкретно в этой сделке, что вы заработаете, 50% что потеряете. Иными словами, если у вас объем, который, собственно говоря, слишком большой, вы либо выйдете в огромный плюс, либо сольете деньги. Третьего не дано. Даже предположить коридор какой-то, рано или поздно цена выйдет из коридора, вопрос времени. Лет 6 тому назад РТС был в таком коридоре, ну, индекс РТС, летом, что я до сих пор это не могу забыть. Понимаете, никогда вот такого больше не было. Я уже много раз приводил примеры, в книге своей писал про это. Ну, это просто капец. То есть, это невозможно забыть, что называется. Но, тем не менее, РТС рано или поздно вышел из коридора. То есть, люди, которые находились в позиции, они либо заработали, либо потеряли. Все, третьего не дано. Ну, и этот роман очень долгое время, судя по тому, что он публиковал свой каждый раз новый счет, а делал подобным образом. То есть, появился какой-то лохитус, он, значит, вливал бабки, ну, этот лох, он эти деньги открывал на всю котлету, если зарабатывал, звонил, либо писал, Василий Петрович, заработали много денег, срочно, блядь, новости, нонфарм, брексит, хоексит, ищите деньги. Короче, блядь, схема, или трейдерская, блядь, не имеет смысла даже ее обсуждать, миллион раз говорилось. Ну, и, конечно же, когда трейдер берет на себя такие риски, он сливает. Это вопрос времени. Это не могло долго продолжаться. Понимаете? Шило в мешке не утаишь. Рано или поздно тайное становится явным. И это тайное, оно, блядь, пиздец какое, да, скажите мне? Как же это стало явным? Очень просто. Просто этот Рома, Рома, ты просто поверил в себя. поверил в то, что ты сможешь зарабатывать деньги на бирже. Но без умения, без понимания, как происходит этот процесс, заработать невозможно. И он открывает ПАМ счет в очень известной компании. А как я полагаю, у меня нет доказательств. Я говорю только от своего ума сейчас. Он, я думаю, думал, что если в него все начнут вливать бабки, он сможет на этом заработать на усреднении. Но на усреднении, к сожалению, может заработать либо только успешный трейдер, либо усатый трейдер. Другого не дано. Разумеется, он этот счет слил. То есть, ну, это гадалки, что называется, не ходи. Счет был очень быстренько слил. И кто-то открыл тему на форуме каком-то, и там началось бомбилово. Бомбилово страшное. Сразу же появились что называется обманутые вкладчики, почти как МММ. Вот. И началось бомбилово. Мне пишет один из организаторов этой темы. Я даже не знаю, как его назвать. Ну, давайте просто назовем это организатор. Хотел сказать председатель, блядь. Ну, председатель чего? Общество лохов? Ну, это слишком. Это слишком. Он пишет мне, типа, так, мол, так, нужно делать срочно рулик. Нихуя себе. Вот это нихуя себе, да? Я говорю, слушай, ты чего от меня хочешь? Он говорит, ну, нам нужно людей предупредить, деньги вернуть. Все вот эти вот громкие слова. Ребят, я понимаю, но просто у меня выгорание, понимаете? Я уже выгорел, мне уже плевать. Для вас, когда кто-то там деньги слил, это трагедия, это ужасно, особенно, когда сумма большая, там, в 6 миллионов, в 7 миллионов на бинарных опционах слить. Но мне это очень часто пишут, практически каждую неделю, я уже выгорел, мне уже плевать, понимаете? Ну, слил и слил, окей, что, блядь, поканчивать с собой надо, что ли, или что, последние деньги в твоей жизни. Деньги – самый ценный товар, понимаете? Они легко приходят, легко уходят. Это мой дед говорил, что деньги – это навоз. Сегодня нет, а завтра – ввоз. И был чертовски прав. Ну вот, и я говорю этому человеку, уважаемый, я понимаю, что, да, у вас трагедия, все. Но я не могу ссылаться на ваши слова. Но я не могу сказать, что это вот человек гондон, понимаете? Потому что он гондон. За это можно жалобу на ютубе получить, за это можно страйк получить. Я понимаю, если бы мне кто-то предложил, Тёма, вот тебе пять тысяч долларов, сними ролик и скажи, что он гондон. А он действительно гондон, то есть я бы не соврал. Я же не ВП Гусев, понимаете, который может говном всех поливать, в конечном итоге сраться с одним из блогеров, блогеров-трейдеров, им вдвоем присылают страйки и двоих блокируют. Я же не Гусев. Я что, так сказать, три с половиной года или три, я уже не знаю точно, свой ресурс развиваю, чтобы какой-то долбоюб меня заблокировал. Слушайте, ну, все сделано, все будет нормально. Давай только собирать, собственно говоря, конференцию обманутых вкладчиков, людей, пострадавших. Сделаем конференцию, вот, я запишу это со скайпе и выложу на канал. Проблем нет. Ну что, посмотрите на канал, есть конференция. значит, так вам надо, блядь, вернуть деньги, понимаете? Что, блядь, или вам нужно грязь, грязь разводить, да, купаться в этой грязечной. Ну, я понимаю, это наслаждение, понимаете? Ой, меня денег, у меня денег нет, меня кинули, я обманутый. Я человек отброс. Истерическая позиция, собственно говоря, блядь, не имеет смысла даже обсуждать. Много таких людей, на самом деле, которые, вот, все плохо, блядь, меня кинули, меня кинули на деньги, помогите. Но всегда при этом ровным счетом он не будет делать ничего, ни одного шага, чтобы, собственно говоря, избавиться от этого состояния, да, чтобы вернуть все, как, что называется, было. Он ничего не будет делать. Он будет наслаждаться своим состоянием. Ну, ладно, вы на меня здесь подписаны явно не из-за психологии, так что, это отдельная история. Морали в этом ролике нет никакой. Я просто рассказываю, что вот есть такой Рома, который торгует против толпы. И вот он торгует таким образом, что уже десятки потерпевших, десятки счетов слиты. И у него все заебись. Ему ничего не делается. С него спроса нет. Абсолютно всем на него плевать. Смарт-лаба на него плевать, людям на него плевать. Ну, пишут что-то там на форуме. Он взял, хуяк скайп поменял. У него раньше был один скайп, а теперь другой скайп. Что, думаете, просто так? Нет, просто лохи вбивают скайп его в гугл и верят, что какой он аферист. А ему похуй. И куда смотрит следственный комитет, куда смотрят правоохранительные органы, мне не ясно. я могу сказать одно. Понимаете, у меня мало кто верит, но на самом деле у меня два высших образования. И через полтора года появится еще и третье. Реально. То есть я реально учился, реально сдавал. Некупленное, как многие думают, у меня купленное образование. Ну, конечно, купленное. Прямо как у тех, кто так думает. и по одному из образований я юрист в сфере уголовного права. И я могу сказать точно, обращаясь к этому Роме, мне абсолютно плевать. Ты можешь сливать дальше потерпевших мне накакать. У меня уже выгорание такое, что мне плевать на самом деле, что творится. Кого ты там сливаешь? Зачем ты их будешь сливать? Мне похуй. Я могу сказать одно. Здесь есть состав мошенничества. Он есть на 150%. Единственное, что тебя пока спасало и я думаю в будущем тоже будет спасать, потому что все-таки это рашка-говняшка, что называется, это Россия. Это то, что тобой просто еще не занимались. В силу ленивости ментов, в силу того, что они ленивые, в силу того, что знаете, у полицейских нет, например, у многих интернета. Мы хотим, чтобы они защитили, собственно говоря, потерпевших в интернете, при этом у самих у них интернета нет. В силу других каких-то обстоятельств. То есть тебе просто везет. Везет, фартовый ты. Не потому, что ты такой умный пиздец, а те отмазки, которые говорит данный трейдер. Вдумайтесь, блядь, отмазка, да? Рассказываю вам отмазка. Я, счета не сливаю. То есть счета сливаются не по моей вине, а по чьей, по вине инвестора. Почему по вине, собственно говоря, инвестора? Потому что в момент, когда заканчиваю, потому что брокер под конец пишет недостаток средств. Это означает, что компания говорит, необходимо пополнить счет. Следовательно, инвестор должен был пополнить мне депозит, а поскольку он не пополнил мне депозит, я слил. Эта отмазка, она никуда не годится. Любой малограмотный следователь, дознаватель, если он столкнется с этим, если он захочет это расследовать, он посадит к ним. Я не думаю, что срок здесь будет большой, но деньги придется отдавать, поскольку юридически вы никак, собственно говоря, не подкрепляли свои, собственно говоря, соглашения, это значит, что у вас их нет, достаточно одного запроса в брокерскую компанию, и все, ты поедешь по этапу. Говорю тебе, как юрист. Либо, собственно говоря, в полицию придет какой-нибудь лох с административным ресурсом, то есть человек будет где-то работать, или у него брат будет где-то работать, или отец, и он надавит на органы, они начнут работать. Вариант первый. Вариант второй. Человек придет в полицию, ему просто повезет со следователем, который будет этим заниматься. У меня преподаватель был такой, курочкин, вот он любил свою профессию, он даже там, где не нужно сувать свой нос, как следователя, он все равно занимался. Ну ладно, у него была высокая раскрываемость из-за этого. Отдельная история. И вариант номер три. Придет какой-нибудь человек в органы и скажет здравствуйте, вот меня обманули, но обманули не только меня, а еще есть куча других лохов, которых тоже обманывали. Вот вам пруф. И все, это точка невозврата. Я очень надеюсь, дорогой друг, что ты успеешь наворваться и, собственно говоря, уйдешь с этой деятельности, либо будешь менять как-то свой голос, поменяешь внешность, пол, вероисповедание, цвет кожи. Да? Это тебя спасет, по сути дела. Ну, а так, если ты будешь продолжать заниматься тем, чем ты занимаешься, то тебя посадят. Это однозначно. Ты можешь зайти, собственно говоря, на решение судов. Есть у нас специализированные сайты, где выкладываются решения судов. И вбить в гугл доверительное управление, не в гугле, а на этом сайте, доверительное управление, инвестирование, форекс. У тебя волосы на жопе начнут шевелиться. Насколько дохуя таких дел? И более того, во многих делах даже фигурируют документы. То есть фигурируют договора и так далее. Просто если ты не знал, дорогой друг, договора даже если они есть на форексе, нежелательно будем, конечно, это говорить о доверительном управлении, в силу закона они считаются ничтожными. Эти договора можно жопу подтереть, понимаешь? Если действуют другие, так сказать, правила, о коих ты пока что не знаешь, а я о них говорить не собираюсь. Так что вот такая картина, друзья, такая мораль. У меня всегда в роликах есть мораль, а в этом ролике мораль не будет. Потому что мне, собственно говоря, плевать на лохов, на этого трейдера. Что вы там делаете? Как у вас там делаете? Что вообще происходит? Мне на это наплевать. Чтобы давать деньги в доверительном управлении, нужно быть трейдером. Если вы не трейдер, используйте на Форексе, хотя пам-счета это лохотрон, но хотя бы в пам-счетах не наебут, понимаете? Если вы будете давать деньги в доверительном управлении, вам такие ромы будут попадаться из раза в раз. Вы заебетесь потом зарабатывать, чтобы кормить этих лоховодов. Поэтому мозги себе не бейте. Ищите нормальные пам-счета. Вкладывайте в пам-счета, ну, видите, даже и выбирайте, собственно говоря, по классике. Пам-счет больше года, доходность не больше 60% годовых. Я думаю, что у вас все